Первый день войны. Хронология событий 22 июня 1941 года. История дня, который навсегда изменил жизни десятков миллионов человек.21 июня 1941 года, 13 часов. Германские войска получают кодовый сигнал Дартмунд, подтверждающий, что вторжение начнется на следующий день. Командующий 2-й танковой группой группы армии Центр Гейнц Гудериан пишет в своем дневнике, «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль западного Бугани были заняты русскими войсками. 21 час. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокольской комендатуры задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Бугвплавь. Перебежчик направлен в штаб отряда в город Владимир Волынский. 23 часа. Немецкие минные заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали постановку минуты у побережья Эстонии. 22 июня 1941 года, полночь 30. Перебежчик доставлен во Владимир Волынский. На допросе солдат назвался Альфредом Лисковым, военнослужащим 221 полка 15-й пехотной дивизии вермахта. Он сообщил, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. Информация передана высшестоящему командованию. В это же время из Москвы начинается передача директива номер 1 Наркомата обороны для частей западных военных округов. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах Эльвео, Прибаво, Запова, Кова, А2. Нападение может начаться с провокационных действий, говорилось в директиве. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Части предписывалось привести в боевую готовность, скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе, а авиацию рассредоточат по полевым аэродромам. Довести директиву до воинских частей перед началом боевых действий не удается, вследствие чего указанные в ней мероприятия не осуществляются. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории час. Коменданты участков 90-го погранотряда докладывают начальнику отряда майору Бочковскому, ничего подозрительного на сопредельной стороне не замечено, все спокойно. 3.5. Группа из 14 немецких бомбардировщиков Ю-88 сбрасывает 28 магнитных минуты у кронштадтского рейда. 3.7. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает начальнику генштаба генералу Жукову, Система внос, воздушного наблюдения, оповещения и связи, флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов, флот находится в полной боевой готовности. 3.10. УНГП по Львовской области телефонограммы передает в НКГБ УССР сведения, полученные при допросе перебежчика Альфреда Лискова. Из воспоминаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского, не закончив допроса солдата, услышал в направлении у Стелук, первая комендатура, сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердет тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена. 3.30. Начальник штаба Западного округа генерал Климовских докладывает о налете вражеской авиации на города Белоруссии, Брест, Гродно, Лиду, Кабрин, Слоним, Барановича и другие. 3.33. Начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев докладывает о налете авиации на города Украины, в том числе на Киев. 3.40. Командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов докладывает о налетах вражеской авиации на Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города. Вражеский налет отбит. Попытка удара по нашим кораблям сорвана 3.42. Начальник генштаба Жуков звонит Сталину и сообщает о начале Германии боевых действий. Сталин приказывает Тимошенко и Жукову прибыть в Кремль, где созываются экстренные заседания Политбюро. 3.45. Первая погранзастава 86-го августавского пограничного отряда атакована разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших. 4.00. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает Жукову, вражеский налет отбит. Попытка удара по нашим кораблям сорвана. Но в Севастополе есть разрушение. 4.05. Заставы 86-го августовского пограничного отряда, включая первую погранзаставу старшего лейтенанта Сивачева, подвергаются мощному артиллерийскому обстрелу, после чего начинается немецкое наступление. Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника. 4.10. Западные прибалтийские особые военные округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках. 4.15. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое число убитых и раненых. 4.25. 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радиоправительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радиоправительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Фото, РИА новости защиты неотдельных стран, о обеспечении безопасности Европы 4.30. В Кремле начинается совещание членов Политбюро. Сталин выражает сомнения в том, что происшедшее является началом войны и не исключает версии немецкой провокации. Нарком обороны Тимошенко и Жуков настаивают, это война. 4.55. В Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев. 5 часов. Посол Германии в СССР графон Шуленбург вручает наркому иностранных дел СССР Молотову ноту Министерства иностранных дел Германии советскому правительству, в которой говорится, правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми средствами отвести эту угрозу. Через час после фактического начала боевых действий Германия де Юрия объявляет войну Советскому Союзу. 5.30. По немецкому радио рейхсминистр пропаганды Гебель зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза. Теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве. В данный момент осуществляется величайшая по своей протяженности и объему выступления войск, какое только видел мир. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. 7 часов. Рейхсминистр иностранных Риббентроп начинает пресс-конференцию, на которой объявляют о начале боевых действий против СССР. Германская армия вторглась на территорию большевистской России. Город горит, почему ничего не передайте по радио. 7.15. Сталин утверждает директиву об отражении нападения гитлеровской Германии. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Передача директивы номер 2 из-за нарушения диверсантами работы линии связи в западных округах. В Москве нет четкой картины того, что происходит в зоне боевых действий. 9.30. Принято решение о том, что в полдень с обращением к советскому народу в связи с началом войны выступит нарком иностранных дел Молотов. 10 часов. Из воспоминаний диктора Юрия Левитона. Звонят из Минска. Вражеские самолеты над городом. Звонят из Калнаса. Город горит, почему ничего не передайте по радио. Над Киевом вражеские самолеты. Женский плач. Волнение. Неужели война? Тем не менее, никаких официальных сообщений до 12 часов по московскому времени 22 июня не передается. 10.30. Из донесения штаба 45-й немецкой дивизии о боях на территории Брестской крепости, русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих род. В цитаделе противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35-40 танков и бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров. 11 часов. Прибалтийский, западный и киевский особые военные округа преобразованы в северо-западный, западный и юго-западный фронты. Враг будет разбит. Победа будет за нами 12 часов. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитывает обращение к гражданам Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежки со своих самолетов наши города, Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убиты и ранены более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорией. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан приказ нашим войскам, отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правы. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 12.30. Передовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно. 13.00. Президиум Верховного Совета СССР издает указ о мобилизации военнообязанных. На основании статьи 49 пункта Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов Ленинградского, Прибалтийского Особова, Западного Особова, Киевского Особова, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. Несмотря на то, что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня. 13.30. Начальник генштаба генерал Жуков вылетает в Киев в качестве представителя вновь созданной ставки главного командования на Юго-Западном фронте. Италия также объявляет войну Советскому Союзу 14 часов. Брестская крепость полностью окружена немецкими войсками. Советские части, блокированные в цитаделе, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. 14.5. Глава МИД Италии Гали от Сочи она заявляет, ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР. Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию. 14.10. Первая погрань заставы Александра Сивачева ведет бой более 10 часов. Имевшие только стрелковые оружие и гранаты пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и сожгли три танка. Раненый начальник заставы продолжал командовать боем. 15 часов. Из записок командующего группой армии Центрфельдмаршала фон Бака, вопрос, осуществляет ли русский планомерный отход, пока остается открытым. В настоящее время предостаточно свидетельств как за, так и против этого. Удивляет то, что нигде не заметны сколько-нибудь значительной работы их артиллерии. Сильный артиллерийский огонь ведется только на северо-западе от Гродно, где наступает 8-й армейский корпус. Судя по всему, наши военно-воздушные силы имеют подавляющее превосходство над русской авиацией. Из 485 атакованных погрань застав ни одна не отошла без приказа 16 часов. После 12-ти часового боя гитлеровцы занимают позиции первой погрань заставы. Это стало возможным только после того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. Начальник заставы Александр Севачев посмертно был награжден Орденом Отечественной войны и степени. Подвиг заставы старшего лейтенанта Севачева стал одним из сотен, совершенных пограничниками в первые часы и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав. 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. 257 советских пограничных застав держали оборону от нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток, 20, более двух суток, 16, свыше трех суток, 20, более четырех и пяти суток, 43, от семи до девяти суток, 4, свыше одиннадцати суток, 51, свыше двенадцати суток, 55, свыше пятнадцати суток. 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав. Из 19 тысяч 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армии «Центр», в первые дни войны погибли более 16 тысяч. 17 часов. Гитлеровским подразделениям удается занять юго-западную часть Брестской крепости. Северо-Восток остался под контролем советских войск. Упорные бои за крепость будут продолжаться еще недели. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины 18 часов. Патриарший мистоблюститель, митрополит московский Коломенский Сергий, обращается с посланием к верующим. Фашистующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. 19 часов. Из записок начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера, все армии, кроме 11-й армии группы армий Юг в Румынии, перешли в наступление согласно плану. Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника на всем фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя в полной сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном расположении. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Командование ВВС сообщило, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолетов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены. 20 часов. Утверждена директива номер 3 Наркомата обороны, предписывающая советским войскам перейти в контрнаступление с задачей разгрома гитлеровских войск на территории СССР с дальнейшим продвижением на территорию противника. Директива предписывала к исходу 24 июня овладеть польским городом Люблин. Мы должны оказать России и русскому народу всю помощь, какую только сможем 21 час. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Крестино-Польском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвариа, Стоянов и Цехановец. Первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нам избито 65 самолетов противника. 23 часа. Обращение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к британскому народу в связи с нападением Германии на СССР. В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности и вероломства были соблюдены со скрупулезной точностью. Внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска нарушили русские границы, и часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточил русским свои заверения в дружбе и чуть ли не союзе, нанес визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия находятся в состоянии войны. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нем слова. Но все это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас. Прошлое, с его преступлениями, безумствами и трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поле, которое их отцы пахали с незапамятных времен. Я вижу, как они охраняют свои дома, их матери и жены молятся. О, да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвращении кормильца, покровителя, своих защитников. Мы должны оказать России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы должны призвать всех наших друзей и союзников во всех частях света придерживаться аналогичного курса и проводить его так же стойко и неуклонно, как это будем делать мы, до самого конца. 22 июня подошло к концу. Впереди были еще 1417 дней самой страшной войны в истории человечества. Продолжение следует...